А вы Кодер и добро пожаловать на совместный спецпроект с Psych2Go. Вы когда-нибудь ощущали себя так, будто ваш успех не ваша заслуга? Синдром самозванца заставляет нас чувствовать себя так, будто бы вот-вот зазвонит телефон и нас разоблачат. Примерно 70% людей хотя бы раз в жизни испытывали синдром самозванца, поэтому разбор этого феномена может помочь убедить людей, что они не единственные, кто испытывает нечто подобное. Прежде чем я начну, я хотел бы упомянуть, что это видео создано только в образовательных целях и не заменяет общение с профессионалом. Если вы подозреваете, что может страдаете синдром самозванца, я рекомендую вам обратиться за советом к консультанту или лицензированному специалисту в области психического здоровья. Итак, вот 6 признаков того, что у вас может быть синдром самозванца. Первое. Вы не думаете, что заслуживаете своего успеха. Вы чувствуете, что ваш успех – это результат удачи или чего-то другого, кроме вашего собственного усердного труда. Вы также отказываетесь верить тем, кто пытается подтвердить, что это ваш успех. Признаком синдрома самозванца является приписывание вашего успеха внешним силам вместо признания своих собственных способностей. В 1978 году Клендс и Имес опросили женщин, добившихся успеха в своей области, и выяснили, что многие из них считают свой успех скорее везением или ошибкой, а вовсе не следствием упорного труда. Второе. Вы перфекционист или прокрастинатор. Если вы ждете до последнего, прежде чем начать свой проект, а когда начали, вкладываете в него больше времени и усилий, чем тот требует, скорее всего, у вас синдром самозванца. Вы часто используете прокрастинацию и перфекционизм в качестве механизмов преодоления своего чувства неполноценности. Постоянно переутомляя себя, вы пытаетесь доказать себе, что ваш успех – это следствие упорного труда или даже удачи, но никак не ваших талантов. Третье. Вы боитесь, что вас разоблачат как фальшивку. Бывает ли вам страшно или просто тревожно от того, что коллеги узнают, что вы не настоящий специалист? Даже известная американская поэтесса и писатель Майя Анджелу боялась, что ее сочтут фальшивкой всякий раз, когда она публиковала новую книгу. Такое проявление синдрома самозванца связано с низкой самооценкой. Вы ощущаете себя бездарностью и заставляете себя работать усерднее, чтобы другие не заметили отсутствие таланта или способностей, потому что вы боитесь неудачи. Четвертое. Вы боитесь провала. Вам по-настоящему стыдно, когда у вас что-то не получается? Люди с синдромом самозванца склонны испытывать сильнейшую тревогу, когда переживают провал. Они мысленно проигрывают свой провал раз за разом, лишь усугубляя ситуацию. Страх неудачи может идти рука об руку с потребностью быть лучшим. Пятое. Потребность быть лучшим. Вам когда-либо приходилось соревноваться с успешными людьми? Вы настолько привыкли быть лучшим, что вам непросто оказаться в ситуации, когда другие люди так же хороши, как и вы. Вы боитесь быть разочарованы в своих способностях или почувствовать себя самозванцем. Вы принижаете себя или называете себя бездарностью, чтобы попытаться примириться с тем, что вы показали себя хуже соперников. Шестое. Вы постоянно сравниваете свой успех с другими. Вы всегда сравниваете себя с людьми, которые более успешны, чем вы. Люди с синдромом самозванца могут чувствовать себя разочарованными в своих способностях, когда сравнивают себя с другими. Это особенно верно, когда сравнивая себя с теми, у кого больше опыта, вы чувствуете себя виноватым, что вы не достигли таких же результатов, как и они. Боретесь ли вы с синдромом самозванца или, может, знаете кого-то, у кого он есть? Поделитесь этим в комментариях. Переведено и озвучено для канала Авэкодер с разрешения автора канала Psych2Go. С вами был Ви, до связи.